Здравствуйте! 125 преступлений совершено за минувшую неделю в Палдарской области. Раскрыли из них 107. Более 45 тысяч звонков поступило с начала в года в Палдарскую полицию. Обращаются, правда, не всегда. Из-за преступлений люди путают и звонят, порой, как в справочную службу, чтобы узнать о проблемах со светом, теплом, водой. Просят перевезти вещи, забрать ребенка из школы, вызвать лифтеров. В студии говорим о тех, кто нарушает закон или случайно становится его заложником. И вместе разбираемся, как не повторять ошибок. С вами Артем Клеван. Вот о чем будем говорить сегодня. Светофоры, знаки, лежачие полицейские, дорожная безопасность. Какие изменения ждать павлодарцам? Обсудим в студии. Павлодарский предприниматель отдал 5 миллионов тенге за несуществующую солярку. Теперь требует расследования уголовного дела. Документы вместо туалетной бумаги. Алматинского адвоката возмутил способ утилизации материалов сотрудниками павлодарской полиции. 12 новых светофоров в этом году появятся на дорогах Павлодара. Проект разработали еще в 2021-м. И сейчас коммунальщики готовы к реализации. Говорят, просят жители электронные регулировщики постоянно. Правда, поставить везде невозможно. Павлодар часть автолюбителей в шутку называют городом светофоров. В некоторых случаях установить их просят именно водители. Хотя, как показывает практика, чаще всего нужны они пешеходам. В ближайшие два года, как сообщили водители ЖКХ, ситуация с электронными регулировщиками заметно изменится. Светофоры в этом году планируют установить в 12 местах Павлодаре. Не везде, это именно перекрестки. На некоторых участках нерегулируемые пешеходные переходы станут регулируемыми. Потратить на это планируют 190 миллионов тенге. Список уже известен. Пересечения Нурмагомбетова-Жебегжулы, Нурмагомбетова-Минина, Российская Щедрина, Бектурово-Едыгеби, Толстого-Дюсенова, Толстого-Бухаржирау, Естая-Бухаржирау, Толстого-Малая-Бьезная, Варушина-Радищева, Ломова-Жебегжулы, а также по Толстому возле Департамента экономических расследований и по Нурмагомбетово возле магазина «Даниял». Жители много просят перекрестков на перекрестках поставить светофоры, но это тоже невозможно. Везде ставят светофоры. Это уже вообще неудобствует. Это будут пробки. В следующем году тоже мы сейчас подали заявку на разработку проекта светодокументации по 15 перекресткам. Проектированием новых светофоров будут заниматься параллельно с установкой утвержденных. Кстати, прежде чем принять решение по обустройству перекрестка электронным регулировщикам, согласование проходит с административной полицией. Одобрение получают не всегда. Светофоры, разметка лежачий полицейский. Что ждать и кто решает, как это должно быть? Говорили мы об этом с начала года. Планы у чиновников масштабные. Все ли нужно и на что пока не решаются. Обсуждаем в студии. У нас старший инспектор по особым поручениям административной полиции, департамента полиции Павлодарской области Баужан Макашев. Вам добрый вечер. Здравствуйте. Только что мы показали сюжет о том, что будет у нас в Павлодаре установлено 12 светофорных объектов. Их так называют. К сожалению, простите за канцеляризм, но именно так называется эта вся система. Не на всех перекрестках там два светофорных объекта будут стоять просто пешеходные. Но тем не менее, это такой большой, огромный, возможно, вклад для кого-то покажется. Для кого-то, для водителей, может быть, покажется, что вот зачем мне он здесь нужен. Я особенно возмущался. Внутри не кричу, я на общественность обычно это не выношу. А на большой, ой, на малый объездной светофор, зачем он мне нужен. Я ездил специально, объезжал улицу Камзина, теперь там будет стоять тоже светофор. Но тем не менее, люди просят, я так понимаю, и не всегда это связано с тем, что люди просят, это связано с тем, что просто опасность присутствует на этом участке без конца, поэтому нужен там светофор. Кто это просит? Вот все эти 12 светофорных объектов, которые появятся, где конкретно, может быть, жители именно просили, где вы сами, как сотрудники полиции, обследование проводили и выявили, что там нужен светофор? Все верно. При принятии решения о внедрении светофорного регулирования на том или ином объекте перекрестки либо пешеходном переходе, за основу берется именно анализ аварийности. То есть первое условие, то есть имеется стандартом, действующий стандартом имеется 5 условий. В том числе первое, это самое основное условие, это наличие ДТП. То есть в том числе и с пострадавшими, и без таковых. Второе, за что обращается внимание, это интенсивность транспортного и пешеходных потоков. То есть обязательно нужно участвовать в условиях именно этого. То есть если там интенсивность очень низкая, то, соответственно, нет необходимости там внедрения светофорного регулирования, значит, можно обойтись другими мерами. Третье условие, это, разумеется, обращение жителей, автолюбителей, которые передвигаются на участке, считают, что данном участке необходимо. По таким фактам проводится обследование, выезжаем на место по обращению. Мы стараемся всегда прилечь заявителей, но не всегда получать, потому что заявители как бы пишут обращение, но не оставляют своих контактов, обратной связи и так далее. Но сейчас как бы уже многие стали подписываться. Вчера буквально обращение поступило, уже прямо все анкетные данные, контакты, номера, вот даже до адреса домашнего. По 12-ти перечисленным перекресткам эта уже работа проводилась до начала пандемии, до 2020 года как бы уже планировалось. И поэтому, почему я так помогу сразу в 12, потому что из года в год она как бы накапливается. То есть у нас были и пандемии, и постпандемийный период был, когда мы уходили из пандемии. Потом последовали, значит, январские события. И вот, наконец, местные исполнительные органы все-таки выделили необходимую бюджетность часа, потому что для внедрения стафора регулирована необходима разработка проектной смертной документации и потом уже только реализация проектов именно непосредственного установки стафора. По, допустим, предупреду пару примеров, которые вы озвучили по обездной, ворушенной обездной, это очень, очень много, я вам скажу, обращений по этому факту, в том числе и негативного характера. При обследовании выяснилось, что там выполняются условия именно по транспортной интенсивности, в часы пик, именно берется в учет часы пик интенсивности. То есть интенсивность, то есть, может, вы сами замечали, что там ездить часто в часы пик по утрам, в обеденное время, и то есть после работы там 5 часов интенсивность многократного доц. Если днем, допустим, как-то можно, как-то более-менее проехать, как говорится, то в часы пик практически это затруднено. Вы имеете в виду выезд с улицы Толстого? Я имею в виду Ворушина, Малобезная, Солковского, Малобезная. Солковского, Ворушина, Малобезная, да, но там будет светофор? Там будет светофор, да, в персективе будет. А, это, наверное, в этом году будут разрабатывать. Те, которые у нас возбудили, они у них есть, еще уже запросили у нас участки, где еще необходимы, мы еще уже предоставили актимацию. Не возникнет ли такая ситуация? Опять же, мы вот говорим о том, что исследование, обследование проводится, и вот конкретно этот перекресток, давайте просто на его примере. На Циолковского-Ворушина установили светофор. Да, и вот он тоже многие, я периодически в соцсетях встречал такие, типа поставьте, поставьте. Ладно, поставили, но начались пробки. В час пик со стороны Малой Обезной под Циолковского выстраивается огромная очередь из автомобилей, по которой ждут. С той стороны, со стороны Камзина под Циолковского практически машин нет. Вот это не создаст, что будет в ту сторону пробка. А если еще поставят на Циолковского Малой Обезной, то и в ту сторону будет огромная пробка. Я считаю, что там просто единственная проблема была, поварушена там участка, что знаки. Опериотеты были расставлены, когда еще было отсутствие светофор. Да, опериотет был другой. Пересмотрели, переделали, сейчас как бы уже такие проблемы не наблюдаем. По перспективным участкам, Циолковского Малая Обезная, там я считаю, что такой проблемой быть не должно, потому что там полноценный перекресток, то есть выезжает из жилой зоны, как она называется, правильно, там не улица, это прилегающая территория, там тоже достаточно высокая промзона. Ну и по самой улице Циолковского тоже, то есть там пробка образуется, потому что там невозможно проехать из-за интенсивного движения тех, кто движется по главной дороге. Сейчас если мы все исключим, сделаем обычный перекресток, допустим, главный будет Циолковского, ну, допустим, Распина будет Малая Обезная. Туда уже будет понятно. Зеленый пошел, все проехали, загорелся красный, все движется по Малой Обезной, спокойно выезжает, беспрепятственно уже. Вы считаете, что заменить направление главной дороги тоже важно? Да, это тоже, конечно, значение, потому что вводится заблуждение, когда стоит накопление главной дороги, меняет направление, тогда некоторые участники движения немножко запутаются на перекрестке. Это из-за их незнания правил дорожного движения? Разные, конечно, мотивы, но для того, чтобы такие ситуации предупредить, как бы исключить их в дальнейшем, недопонимание участника движения, чтобы уже было понятно, что это главное, это второстепенное. Когда светофор регулируется, то более понятно и более легче там пересекать. Простите, сделал небольшую ремарку для тех, кто прошел мимо автошколы и правил дорожного движения. Да, такая проблема действительно очень часто возникает, что люди просто не понимают приоритеты в то, что происходит на том же перекрестке. Первое – это регулировщик, второе – светофоры, третье – это знаки приоритета, и четвертое – это равнозначность дорог. То есть бывают поселковые, бывает с асфальтовым покрытием, там тоже вы должны... Это все в правилах прописано. Мне всегда очень странно возникает, когда я смотрю на это все, когда я сам на перекрестке стою, уступаю, и на меня дули машет, типа, ты что, дурак, стоишь? Я не понимаю, что почему... Где ему правила выдали, этому товарищу, который не понимает, что я ему уступаю, потому что правила так прописаны. К сожалению, да, такие ситуации тоже имеются, тоже наблюдаем такие ситуации, сами являемся отрубителями, как по городу подвигаемся, к сожалению, такие ситуации довольно часто встречаются. Ну, что только посвятить, изучать правила, как бы они в общей доступной. Проходите хотя бы тестирование передачи. И в соответствии с законодательством они, все участники движения, обязаны знать и выполнять эти временные правила. Второй участник хотел бы еще озвучить, вот, допустим, к примеру, почему. Омская трасса, поворот, примыкание улицы Ледовского. Где Пегас стоит, где Комкор выезд. Там тоже было неадекватное обращение. Жители, кто именно выезжает с улицы Ледовского, направляются на работу, город, либо, наоборот, на промзону налево. Проблема выехать по утрам. Там тоже, если приняли решение, что необходимо древнестафорно регулировать, как бы, я считаю, что тоже будет нормально, там, фазу. Единственный вопрос будет стоять, там, при установке фазы, то есть длительности горения, разрешающих запрещающихся. Мы отрегулируем, чтобы было наиболее оптимально, чтобы не скапливалось транспорт, там уже на месте, уже когда по ходу мы запустим, тогда и будем смотреть, там, блядь, уже непосредственно на месте. А лежачие полицейские, в народе их так называют, официально звучат как искусственная дорожная неровность, по-моему, так называют. Их в этом году, по сообщениям от того же отдела ЖКХ, принято даже во дворах устанавливать, как неправильно, резиновые, да? Резинотальгические, да. Да, то есть от этих кирпичей, по которым приходится иногда ездить, отказываются. Их тоже часто просят. Во дворах, ну, бывает, заезжаешь во двор, и ты как будто по полосу препятствий проходишь. Я понимаю, что это сдерживает автолюбителей, которые носятся. Есть сквозные дворы в центре города. Я понимаю, жители этих домов, выйти во двор, ребенка опасно выпустить, потому что просто носятся. Но вот в таком огромном количестве их надо ставить. За счет количества пока я не могу сказать, какое количество, но обращений достаточно очень много, в том числе и на улицах населенных пунктов. Но основная масса, конечно, идет обращение во дворах жилых массивов. Как вы правильно озвучили, что каждый приводится о безопасности его чада. Действительно, есть такие дворы, которые даже не сквозные, являясь не сквозными, но в то же время большая работа проведена местными институтами органов по устройству ассоциал-бетонных покрытий во дворах именно. То есть в прошлом году, в этом году работа тоже будет предложена. В прошлом году это делалось, уже большое количество дворов уже заасфальтировано. Теперь возникает другая проблема. То есть когда бы не было асфальта, были ямы, как бы там хочешь, не хочешь, ты там не погоняешь. Теперь появилась проблема, асфальт хороший. Есть такие, видимо, те, которые не изучают правила движения, скорее всего, они такие гоняют по дворам, не знают, что дети могут выбежать с подъезда. Ну и элементарно, если знак жилая зона не установлен, но это не исключает, что... Тем более приходится, и при этом приходится, вот нам устанавливать такие искусственные неровности, которые так и предназначены для принудительного снижения транспорта. Принудительное, имя ключевое слово. Очень радует, что, да, перешли полностью на заводского изготовления, потому что, как бы, асфальтобетонных хоть и даже выдерживаются, там нормативы по высоте, по ширине, все-таки асфальт из асфальта, там резина металлургическая более податлива. Ну да, мягче. В чем суть, допустим, из заводского изделия потом, когда ты на скорости к ним подъезжаешь, он действует металл, резина металлургическая изделия. Вот не прогибается резина под колесами. Если ты потихоньку подъезжаешь, то он, соответственно, прогибается, и более мягко пересекаешь. Считаю, что правильно, потому что тоже есть... Один вопрос, это безопасность движения, конечно, которое во главе стоит. Второй вопрос, конечно, уже идут жалобы о том, что там ходовку убиваем, все остальное, это было плавно от водителя уже. Такой ситуации уже, когда будет установлено заводские, изготовление заводского, то есть исключены ситуации будут. Единственное требование, что, опять-таки, в жилой зоне, независимо, есть там ЕДН или нет, скорость движения 20 км в час. Жилая зона, дворовая территория и так далее. Сквозное движение запрещается. Запрещается подача звукового сигнала, запрещается стоянка с рабочим двигателем. И в жилой зоне всегда пешеход имеет преимущество. То есть если вы заехали в двор, то все, здесь пешеход. Даже бывают те, которые там не спеша пересекают, это их право, потому что вы находитесь в жилой зоне, поэтому будьте любезны выступать пешеходам, быть внимательным, потому что сейчас начинало, у нас же непосредственно уже через месяц начнется каникулярный период, дети все будут во дворах, на улицах, поэтому просьба, пользуясь случаем, обратиться к автолюбителям минно, чтобы более внимательно при движении во дворах. Ну, элементарное уважение. Ну, это с этого все начинается. Сейчас живем в этом городе, надо агрессировать везде, всюду. А есть какие-то общие правила, что эти ИДНы должны находиться на определенном расстоянии? То есть во дворах бывают такие дворы, где там 15 подъездов, и чуть ли не через один подъезд этот ИДН стоит? У нас стандартно регламентирована установка, на дорогах общего польза только. Во дворах там вообще не регламентировано, но каждый житель считает, что возле его подъезда должен быть. Я считаю, что может быть и правильно, точка безопасности именно. Конечно, здесь, если было угла безопасности, то, конечно, это намного важнее, нежели удобство автолюбителя. Тем более, сейчас будут заводские стоят, если жильцы сами сделают этот ИДН, ну, из бетона, это нарушение? Нет, если сами сделают, то это, конечно, будет нарушение статьи 630-й кодекса, и за это присмотрена ответственность. Сами могут только установить заводское изготовление, но, опять-таки, согласовав с местным кондоминиумом, с кондоминиумом, с оси, и с полицией, так что соответствует, и как его правильно установить, в жилой зоне, в принципе, и так у нас 20 ограничений, поэтому установка знаков дополнительного ограничения скорости уже не требуется. По магистральным улицам есть ряд вопросов, где не применяется там, где она может применяться, где не должно применяться, на каком расстоянии должно устанавливаться непосредственно пешеходного перехода. То есть там обязательно условие идет, что если уже установлен ИДН, то должен быть предупреждающий знак для водителей, что предстоит у вас на расстоянии, и 10 метров будет искусственно, и он, чтобы обращал внимание, могли есть скорость. Если ты едешь, у нас свет тоже не всегда горит, а если раньше на, я не помню название этой улицы, Усолка, круговая, которая идет такая, вдоль берега, там раньше лежащих полицейских было очень много, не на каждом пешеходном переходе. Их почему-то на сегодняшний день, по-моему, уже посокращалось. Ну, видимо, уже срок эксплуатации, наверное, уже со сроком. Есть такое правило, что нельзя, если четырехполосная дорога, то там нельзя ставить... Есть такое положение, что при наличии двух полос и более для движения в одном направлении не рекомендуется, но опять-таки здесь мы можем отклониться от этого, отойти от этого правила, в случае, если наблюдается ДТП на этом участке, на опасном участке, то есть это доконтательное такое право вместо несполнительного уполномоченного органа по обеспечению безопасности, мы уполномочены, но опять-таки, исходя из каждого конкретного случая, то есть сейчас уже... Ну, это вот сразу пояснение зрителям, которые я просто тоже замечал возмущение, что по правилам нельзя, а они все равно сделали, почему так, почему не убирают. Ну вот, оказывается, можно отклониться в данной ситуации. Знаки. Знаки – отдельная тема, особенно если он появляется один новый где-то в городе, для всех автолюбителей это целая проблема. Мы же в основном ездим по памяти в Паладаре, жители Паладара, ну вот не будем лукавить, ездят по памяти. Они знают, что здесь было направление главной дороги такое, они не смотрят, какой знак сегодня вдруг изменился, но ездят так, как едет, но считают, что они правы. А часто ли мы вообще знаки меняем, устанавливаем новые, просят ли эти знаки и какие знаки чаще просят? Часто не меняем, но если даже меняем, по какому-то обращению приходим, допустим, к примеру, приведем последнее, организационное движение, измененное по улице ЕДГБ, тоже у вас на сюжет я смотрел, значит, там было обращение по восьмому лицу, была изучена проблема с вызванным местом с участием заинтересованных коммунальных служб, местных исполнительных органов и было принято решение о внедрении одностороннего движения, то есть потом все это перед реализацией всех мероприятий, то есть была полностью информация предоставлена в средствах массовой информации, в СМИ, в соцсетях, вот такое предложение, как вы к нему относитесь, как бы, есть люди, которые проголеты, есть, которые даже, оказывается, не видели все это, то есть активная была такая информационная подготовительная работа, чтобы узнать мнение людей. Те, кто участвовали, те, кто выразили свое мнение, они их мнение учли. А если, которые даже не знали этих мероприятий, когда уже внедрили все эти мероприятия, после выхода сюжета стали поступать, поступать, когда уже установили знаки, все уже внедрили односторонное движение, выясняет, что достаточно большое количество людей даже не знают о том, что там такая работа проводилась. И, как вы сказали правильно, по памяти посодержает все, а там уже запрещаешься на окно. Сейчас вам поступают, кстати, по этому EDGB, какие-то жалобы, обращения? Нет, сейчас. Пока не было. Потому что на тот момент, когда вышел материал, жалобы пошли только в соцсетях. Я, конечно, советую всем, второй раз уже советую, что если у вас есть, соберите коллективное какое-то письмо, не знаю, со ставки, отнесите, официально зарегистрируйте их в полиции, чтобы хотя бы это, не факт, что что-то изменится, и тут я отвечать не могу, не от меня зависит, но рассмотреть будут обязаны, а ваше возмущение в соцсетях никому не привыкнет. Порой. По знакам, которые чаще всего просят, чаще всего, конечно, у нас просят на пешеходный переход. Это у нас уже практически город пешеходных переходов стал. Город светофоров, город пешеходных переходов. В части светофоров, допустим, я как специалист все-таки я считаю, что пешеходный переход, он все-таки намного обеспечит безопасность, нежели установка просто каких-то познаков, на которые, как будет то, что озвучили, многие не обращают даже внимания. Поэтому пешеходный переход, я думаю, обезопасит тот или иной участок, пешеходный переход, либо перекресток особенно. пешеходный переход в основном просят так же, что как бы есть он там в зоне видимости, по правилам. То есть, если видеть в зоне видимости, он должен следы к нему. У нас же находится по обеих сторонах видимости, пешеходный переход даже. И все-таки люди как-то умудряются здесь и поступают обращения, что вы сделаете у него здесь еще один переход. Объясняем, что есть опять-таки какие-то стандарты. Это не тот случай, где мы можем отклониться. Я считаю, что при переходе на участке 150-200 метров не только пешеходы ходят по нашим дорогам и улицам, но и участникам движения. Тем более, каждый день автопарк увеличивается. Сами даже замечали, что очень много транспорта, машина ставила на улице. Каждый промоу, даже ощущается, что больше транспорта ставила на улице. Вторые спросят, что ИДН было, второе на очереди, наверное, после пешеходных переходов. И третий, наверное, светофор будет на очереди стоять. Псутофоры, светофоры тоже были. Ну, здесь мы работу проводим определенную сейчас пешеходные переходы. В основном, где дети ходят, стараемся там сейчас установить. Как бы у нас еще есть ряд предложений именно по пешеходным переходам вблизи именно учебных заведений, медицинских учреждений, учреждений, тикотений, госорганы, развлекательные объекты социального характера. То есть, люди ходят, там все-таки сделать безопасно, чтобы был светофор. Всего как-то больше воспринимается водителем, нежели просто пешеходный переход. Но проще всего поставить знак. Разумеется. Но как бы, если все пополняется, да, проще всего. Крубо говоря, чтобы поставить светофор, надо один год разработать это ПСД. Сначала нужно наблюдать, да, интенсивность. Наблюдается ДТП именно. За последние три года изучается, анализ ДТП берет. И потом только уже подается наше предложение вместо 8-го интервала. Там они подают заявку, объявляют тендер на ПСД. И потом только после разработки объявляют помощь. Некоторые хотят, чтобы прям вот, если не по щелчку пальцем, появился светофор. Как бы это, конечно, нереально. Поэтому каждому такому заявителю мы это все разъясняем, объясняем. Ну, тут есть вторая сторона медали, касающаяся того, что мы говорим, знаки нужны, нужны светофоры, нужны и ДНы. И в основном, ну, просят чаще всего, я так думаю, пешеходы, а не водители. Могу ошибаться, конечно, но это мое внутреннее убеждение, что все-таки каждая бабушка хочет возле своего дома поставить пешеходный переход, чтобы ей было комфортнее. Но тут вторая сторона медали, что все-таки водители тоже участники, львиная доля, это все-таки водитель ездит по дорогам. Вчера буквально прочитал, не помню, то ли в Инстаграме, то ли в Facebook Павлодара, его объяснение. И, в принципе, я по нему, ну, как бы, очень хорошее объяснение он дал по тому, что невозможно поставить везде знаки, светофоры и что-то наподобие того, потому что это загазованность, машина останавливается, пробки. Это все влияет на, в целом, движение в городе Павлодаре. Вот. Поэтому, когда вы рассматриваете, наверное, это тоже львиная доля того, что изучаете, не только, насколько там ДТП чаще происходит, часто происходит, но это тоже вопрос рассматриваете. Будет ли это целесообразно в плане того, что там не будет ли огромных пробок, потом и так далее. Обязательно, да. Это с учетом дальнейшей пропускной способности, что была обеспечена улица, что была, не было необоснованных транспортных задержек. Все то, что вы озвучили, более деловым языком, так это называется. Обязательно все эти условия все учитываются, но основной, все-таки упор, это безопасное движение. То есть, если там, человек в секунду немножко задержится или две секунды позже, то если и после этого перестанет там ДТП, перестанут гибнуть или зарадать люди, то кажется, я считаю, что это все-таки важнее. Конечно, это тоже немаловажно, экологический вопрос и так далее, но я неуполномочный комментирую эти вопросы. Я только в своей области могу дать пояснение. Да, есть, конечно, правильно его сказать, что не только водители, но и пешеходы, то есть не только пешеходы, но и водители, основная часть водителей, конечно же, но, допустим, мы как уполномочный орган мы не можем делить пешеход и водитель кому-то отдавать приоритет. Если есть необходимо, что-то даем. Здесь нет, так и пишем, что нет. Хотя потом получаем кучу негатива, грубо говоря, в адрес, когда нельзя, когда можно, конечно, спасибо, а когда нельзя. Вы получаете потом кучу негатива с другой стороны просто, когда уже поставите. Да, да. У вас в прошлом году были эксперименты. В прошлом году, два года назад, мы вообще изменили одну улицу, прям кардинально эта улица. Да, сейчас она и Моутова называется. Была односторонняя. Сколько лет она была односторонним, стала двухсторонней. Даже лучше, на самом деле. Это большое спасибо вам за это, потому что реально разгрузилась. Но при этом еще бывали такие эксперименты, прям эксперимент-эксперимент, как вафельная разметка, допустим, которую вы планировали изначально вообще на перекрестке Назарбаева-Лермонтова, а в итоге вы сделали его на Сатпаева-Лермонтова. Сатпаева-Лермонтова. Недолго, правда, она там прослужила. Не знаю, был ли от нее вообще эффект. Вы, как специалисты, какой-то эффект от нее случился? Эффект, конечно, есть. Эффект, если там дали разъяснение о том, что вафельная разметка, она запрещает въезд на перекресток, который уже, если там машина стоит, другая гора, с левым поворотом, то вам уже нельзя заезжать туда. Вопрос разрешился с пробками. То есть, здесь проблема в чем? Допустим, стоит поток, который хочет повернуть налево, по Лермонтову, на Сатпаева. И подъезжает, и подъезжает, и подъезжает. Самый до... Хотя он еще не выехал, он находится возле перекрестка, где-то, да? Находится еще. Уже в это время включается желтый, моргает зеленый, включается желтый, начинается, тот встречный поток останавливается, начинается движение, то есть налево уходит. И те люди, которые вот уже не должны были выезжать на него, они же выезжали, он считает, что он завершает перекресток, хотя он даже еще не выехал на корнице пересекаемой проезжей части. То есть, он уже нарушает правила движения, считает, что он завершить должен. То есть, завершает, это когда ты уже находишь на перекрестке, когда ты завершаешь, а не когда ты стоишь у светофора, и тебе там уже загорелся желтый, и ты считаешь, что ты завершаешь. Это тоже большая ошибка многих участников. И вот эти именно перекрестки, которые озвучивают, Сапаева-Лермонтова, Назарбаева-Лермонтова, остаются самым аварийно-опасным участком на сегодняшний день. Это, значит, новшество, они никуда не ушли, все-таки еще планируемые, плюс к тому, что к этой вафельной разметке и еще добавить разметку 1.7, которая будет нам указывать направление движения, то есть при изменении траектории движения. Я ее наблюдал в некоторых городах. Очень удобно водителям, они ориентируются лучше. Все по дорогам ездят и наблюдают, что Назарбаева и стая, где у нас две полосы выделены для левоповоротного движения, ведь очень часто именно на этой приповороте, ДТП попутные, потому что друг друга подрезают, мы сему нужно несем, как там еще, что еще нужно сделать, чтобы там не стало, полосам уже делаем. Этот вопрос предварительно уже проработан, с местами с монитором уже есть определенные подвижники, вот сейчас с наступлением теплого сезона, я думаю, приступим, и в том числе и нанесем. Но сначала, конечно, нанесут они основную разметку всю, то есть осевую, пешеходник и так далее, а потом уже будем... То есть вафельная разметка, да, там делали ремонт улицы, асфальт перекладывали, естественно. Да, из-за этого он ушел, потому что там мы его нанесли. Ну, вернется она в любом случае? Ну, на этот перекресток не факт, что вернется, но по Назарбаеву все планируем. У нас еще Назарбаево-Чокино, аварийно-опасно, Назарбаево-Толстого. Там тоже есть ряд предложений, я не знаю, как раз... Как одобрят? ...по финансированию все будет, то, конечно, там можно комплекс меня провести, и будет вообще там безопасно. Коль мы заговорили о дорожной разметке, хотелось бы на ней подробно остановиться, потому что мы ранее делали материал о том, что со стороны водителей шалобы поступают, что дорожная разметка у нас в Паладаре по факту только три месяца. Это летние месяца, когда ее наносят. Да, она стирается за счет того, что используется дорога, но как наступает осень, ее как след простыл. Зимой мы вообще не видим, несмотря на то, что дороги вроде от снега чистые, и мы ее можем видеть весной, само собой, разумеющееся тоже. Это после зимы, ее никто зимой не наносит в разметку. Это нарушение со стороны коммунальных служб города Павлодара. По правилам она должна быть, эта разметка. Грубо говоря, выезжая с какой-то там, разворачиваясь в центральной улице, где там двойная сплошная, но ее по факту сейчас нет. И кто нарушитель? Я нарушитель, который, опять же, да, мы понимаем, что мы ездим по памяти, но разметка это не тот случай. Не всегда можно запомнить, что была там разметка сплошная или пумпирная. Вот со стороны коммунальщиков на нарушение или со стороны водителей на нарушение, что происходит? Здесь, допустим, если даже не углубляясь в нормативные документы, взять просто за основу правила всем известные, хотя бы основные массы они известны. Вообще вот до службы разметки дорожные, краски, у него составляет всего лишь три месяца. То есть здесь, как бы, такой вины никаких нету, я считаю, коммунальных, либо местных, я считаю, что не три месяца, сейчас апрель уже, где-то среди сегодняшнего дня уже потепление, сейчас погреется температура. Ну, май, но опять же, пока не наносят, это тоже месяц. Сейчас уже в апреле, в апреле уже начнется и будет где-то, где-то до октября практически, периодически обновляется там, где стирается. А момент, конечно, такой есть, да, что, да, без разметки мы, всю зиму практически без разметки до конца весны. Здесь тоже все регламентировано, допустим, тем же правилом, что в случае отсутствия разметки, мы мысльно делим проезжать пополам и двигаемся в соответствии с этим. Какого вопроса, если уже разметка там была летом, а сейчас ее нет, то, конечно же, ваше действие не будет нарушать, как бы нарушением правил должного движения. В случае отсутствия разметки, то есть, я не помню, состав вот здесь не образуется. За исключением, если установлены дублирующие знаки, то есть, когда роза включена, не поворот, я буду установить, тогда, конечно, ответственность будет, остается. По долгосрочности, конечно, здесь у нас более, более такой материал, это термопластик, но у него есть ряд как плюсов, так и минусов. Минусом относится то, что, допустим, у нас в каком состоянии сейчас находятся дороги, там, видите, после зимы, после весны, и, допустим, на такую правильную часть я сейчас положу, положу пластиковую, он после не будет, у него именно условия, чтобы... Идеальные. Да, идеальные. Допустим, сейчас будут проводиться работы по ремонту дорог, улиц, уже тоже там порядка 15, по-моему, улиц, 12, улиц, точно капремонт идет, да. Одну из них уже сделали лень на Астану. И еще один из правильных улиц у нас капремонт стоит. И вот, когда после проведения работ пока при ремонт, допустим, если уже предусмотрено, насколько известно, пластика, может, работа пластика, в таком случае уже будет она и зимой, и зимой, как бы, ну, по крайней мере, до следующего сезона. У них, может, идет гарантийный срок 6 месяцев у термопластика, то есть, как бы, более долговечный, то есть, когда работы пройдутся там, в любом случае, где-то концу лета она будет открыта в движении, нанесут там пластик, к примеру, и считаю, что до весны она продержится, продержится, как бы, уже будет более понятно для участников в движении, более комфортно. А вот по тем проспекту Назарбаева, тоже, который сейчас там, можно сняли, большую работу провести по ремонту дорожной одежды, прежде чем положить пластик. То есть, нанесут краску, конечно, в первое время, но, в любом случае, и в свойствах истирания, и в свойствах погодных условий, хоть же дождь, но все это истирается шинами колеса, он недолговечный совсем. Ну и заключительный вопрос, вы его затронули, я его, в принципе, и так планировал тоже поднимать, касающиеся ям на дорогах. Ямы почему-то в этом году максимально, как-то резко они так образовались. Они неожиданно. Да, у нас всегда неожиданно это все происходит, никто не ждал, а они опять... И с нами приходят неожиданно, да. Тут вопрос, наверное, больше к специалистам по самим ямам, почему каждый год ремонтируют, и каждый год эти ямы на тех же местах и появляются, это другой вопрос. А к вам, опять же, является ли это нарушение со стороны коммунальных акимата города Павлодара, скажем так, об общим их месте? Ну здесь все-таки хотел бы озвучить проблему, почему вообще такие у нас поперечные выбоины образуются, которые наиболее такие самые неприятные являются поперек, когда речная поперек, и она разбивается каждым годом, каждым днем, особенно весенний-осенний период, когда вода затекает, замерзает, и селентарные свойства законы физики срабатывают. Здесь основная причина, это, конечно, отсутствие ливневой канализации. Сейчас, насколько я извиняю, глава города уже обоснованного центра, работу проводится, и там есть планы по строительству этого, этих канализаций ливневых. Ну, конечно, да, здесь как бы есть ряд факторов, которые влияют на состояние дорожной надежды, и второй фактор – это динамические нагрузки, которые постоянно подвергаются проезжей части, то есть транспорт, разнокалибрие транспорта, то есть и грузовой, и дековой. Все это способствует тому, что лучше, конечно, не становится проезжей части. От того, что я образовались, где-то, где в местах производства работ, где, значит, имеются люки, смотровые колодцы, есть однозначно вина коммунальщиков, и за это мы принимаем меры воздействия административные. То есть могу цифры перевести, за три месяца этого года в ходе проводениях абсолютно 17 протоколов только по городу Павлодару включено, в том числе, то есть не все именно по ямам, в том числе и по этим колодцам, и по участкам, где провалились работы в прошлом году, земные, там где-то трубу меняли, там что-то еще там делалось. Эта работа сейчас до сих пор продолжается, и в соцсетях очень многое. Хотел также выразить благодарность людям, которые отправляют такие моменты, где не везде мы успеваем как бы сами узнать о периферийных, может, улицах, что спиды отправляют, мы на них сразу стараемся реагировать и отправлять через ЖК, через заказчиков, кураторов, чтобы оперативно отрабатывали, там те же колодцы отсутствуют, в люке там те же где-то провалился там, а скаловывается и так далее. Сейчас работа проводится уже, сейчас заработали асфальт-абилитационные заводы, потихонечку работу может наблюдать, ямочный ремонт идет пока временно, пока до начала работ по-среднему и уж капитанному ремонту. Хотя бы как-то продолжать, чтобы более-менее безопасно было. Потому что это тоже как бы непосредственно влияет на безопасность, попытка объехать яму резко, выезжаешь на полу встречного, позже бывает, что происходит столкновение. Небезопасно, конечно, плюс второй момент, что опять-таки поймаешь яму, там может по технической части что-то там оборваться в водовом агрегатах. Тут же опять же мы говорим, из года в год одни и те же участки, как правило, это одни и те же участки. Если брать, не знаю, Толстого Камзина, там несколько лет подряд, я понимаю, там заливало водой, непонятно, до сих пор не понимаю, откуда там лило все, заливало водой, и этот перекресток сам превращался во что-то ужасное. Ломово-Варушино. Не скажу, что сам перекресток, но вот после отломово в сторону Циолковского по Варушино там тоже. Мало того, что сама проезжая часть почему-то максимально узкая, ее делали ремонт, и до сих пор почему-то не додумались ее расширить просто, чтобы водители могли как-то... Лавировать, да? Да, лавировать, между этими ямами хотя бы лавировать. Но в итоге и узкая дорога, и ямы каждый год на том же месте они есть. Мало обезная, это вам большая просьба сделать и капитальный ремонт, наверное, уже этой дороги, все-таки это мало обезная, она и не только для автолюбителей, просто легковушек, но там и грузовые автомобили, насколько мне известно, разрешено им там объезжать город Павлодар, а дорога в ужасном состоянии. И такие вот участки, они каждый год одни и те же. Я недавно проезжал по... Ой, как же эта улица называется? Нуркино, не Нуркино? В общем, поворот с Машоржа Супа, самый конец уже, мы когда подъезжаем к магазин Пахомовский, вот туда вот заворачивать, я не знаю, наверное, это из-за того, что там опять же яма такая, чаша, и вода скапливается, и там разрушается. И каждый год опять же на этом месте просто превращается в какое-то месиво из асфальта, прощая автомобиль. Я понимаю всех водителей в этом плане, потому что оставить машину свою в не самом лучшем состоянии, только потому что ты проехал там по городу 15 минут, вот. Хотя бы такие мировоздействия, но тут больше, наверное, общественное порицание больше влияет. Здесь тоже хотелось бы тоже обратиться к вам. К вам, сколько я знаю, очень много людей обращается, как и видеосюжетами, так и фото, и, может быть, и просто там пишут. Вот касательно безопасности, Женя, если бы у вашей коллеги, те, кто обрабатывает все эти поступающие обращения, тоже нам бы направлялись, чтобы мы могли оперативно там устранять. Ну, то, что возможно устранить, что сразу, что можно бы сразу, конечно, будет. Потому что вам все-таки очень много обращений поступает. Принято. Какая к вам просьба, да? Мы с удовольствием. С удовольствием будем. Может, даже. Отклики наших полударцев, конечно. Направлять там, личку прямо направлять, чтобы быстрее было. Без официозных, быстро. Вам совсем что пришли? Надеюсь, проекты, которые вы продвигаете в плане безопасности дорожного движения в Полударе, да и в целом в Полударской области, они будут услышаны. Я понимаю, что львиная доля зависит от финансирования. Вы не заведуете деньгами, вы только говорите о том, что действительно нужно сделать. Ко всем тоже участникам, чтобы, если есть свои предложения, пожалуйста, направляйте. И то, что мы наши какие-то там инициативы тоже поддерживаете, потому что все это призвано только направлено на обеспечение безопасности движения. То есть, не для кого-то конкретного одного лица, как многие пытаются это припонести, а именно для обеспечения безопасности движения. Вообще, я заметил, что за последние, грубо говоря, 3-4 года очень много изменений произошло в дорожном движении Полудара. И такое прям, не грубо говоря, там один знак поставили в пешеходный переход, а прямо масштабно. Начнем с направления, с односторонности движения, да, ЕДГБ, Аймаутова, светофоры, которые тоже кардинально начинают менять обстановку на дорогу. Да, очень много чего происходит. Я не знаю, конечно, что еще дальше мы будем увидеть. Надеюсь, это все будет во благо, и чтобы удобно было и пешеходам, и водителям. Вам спасибо за работу. Вам спасибо за приглашение. Дорогие телезрители, а мы продолжаем нашу программу, как обычно, обзором новостей. Арестованного ранее директора Павлодарского нефтехимического завода исключили из партии Аманат и лишили депутатского мандата. Известно стало об этом на сессии областного Маслехата. Напомню, в отношении топ-менеджера проводится досудебное расследование по факту присвоения или растраты вверенного чужого имущества. Сейчас он находится под стражей. Бывшего заместителя начальника отдела миграционной полиции Павлодара обвиняют в коррупции. В суде приступили к заседанию по уголовному делу. Эксотрудник вину решил не отрицать. Наслушные озвучили схему совершения преступления. Прокурор на судебном заседании сегодня озвучил обвинительный акт. Указывается, 38-летний заместитель начальника отдела миграционной полиции Павлодара получал деньги от гражданина Узбекистана. Брал вознаграждение за продление сроков пребывания других жителей соседней страны. Таким образом решали вопрос неоднократно, но закончилось все тем, что тот самый иностранец, который давал средства, сам же обратился в антикоррупционную службу. Почему вдруг в последний момент сотрудник полиции отказался от получения денег, учитывая, что было это уже не в первый раз, остается только догадываться. Сегодня в суде он вину свою признал и полностью раскаялся. Обвинение мужчине предъявляют по факту получения взятки в значительном размере, санкции статьи предусматривает штраф, либо лишение свободы от 3 до 7 лет. Павлодарский предприниматель отдал 5 миллионов тенге незнакомцу, который должен был доставить ему солярку. По словам Игоря Александрова, осенью 2021 года к нему обратился мужчина, предложил поставить ГСМ из другого города. Учитывая проблемы с горючим, на тот момент бизнесмен согласился. У Игоря Александрова АЗС пользуется Жебек-Жулы. Самое ходовое горючее в его случае солярка. Вспоминает, осенью были проблемы с поставками, да и цена сильно поднялась. Тогда к нему и пришел мужчина, который предложил помощь. Все документально, все как положено пообещал привезти с Семипалатинска объем где-то 39 кубов без топлива. Для этого потребовал предоплату. Предоплату под расписку. Для этого я с него взял расписку, удостоверение личности. Все, он в разговоре сказал, что это в течение двух дней поставит мне. И с тех пор до сегодняшнего дня этот человек пропал, больше не появлялся. Предприниматель вспоминает, спустя некоторое время незнакомец просил еще 2 миллиона тенге и объяснял тем, что готовы поставить ГСМ, но только большего объема. Игорь Александров на этот раз соглашаться уже не стал. Вместо этого попытался подать заявление в полицию, но не приняли. Зарегистрировали лишь спустя несколько месяцев. На данный момент, по словам бизнесмена, расследование с места якобы никак не движется. В настоящее время сотрудниками полиции проверяется причастность лица указанного в заявлении потерпевшим совершение данного уголовного правонарушения. После проведения ряда необходимых следственных мероприятий будет принято окончательное решение по данному делу. В полиции сообщили, уголовное дело открыто по факту мошенничества. Не исключено, что дело могут просто закрыть. Именно за это и переживает предприниматель. Парень, пойманный пьяным за рулем, решил прикрыться мамой в Павлодаре. В полиции рассказали, заметили авто по улице Нурмагамбетова. Парковался водитель с выключенными фарами. Решили проверить и не зря. Павлодарец стал оправдываться и объяснил тем, что он просто ставил машину, а ездила на ней его мама. Но сути это все равно не изменило. Как итог арест на 15 суток и лишение прав на 7 лет. 69-летнего мужчину задержали сандаторами в машине. При выяснении обстоятельств стало известно, ездил рыбачить, выставил сети в пой мертыша, а когда стал их вытаскивать, то увидел запутавшихся «Зверьков». Решил забрать с собой. Факт стражи порядка зафиксировали. Главное нарушение, конечно, использование сетей. Горозит мужчине штраф в 60 тысяч тенге. На территории заброшенного здания в поселке Калкаман 40-летний ребенок упал с высоты. Пролетел подросток порядка 10 метров и оказался в больнице. На сегодняшний день в состоянии средней степени тяжести планируется оперативное лечение в несколько этапов. Алматинский адвокат обнаружила в уборной управления полиции документы, которые использовались в качестве туалетной бумаги. Написала об этом на зерке Резабекова на своей странице в Facebook. При этом указала, что увидела именно материалы досудебного расследования. Попросила обеспечить нужной бумагой сотрудников, а также привлечь к ответственности виновных. В департаменте полиции ответили, что на фото не секретные документы, а обычные справки, но признают, что суть это не меняет. Такое подлежит уничтожению, а потому служебное расследование все же проводится. Такой была неделя происшествий. Если ваши права нарушают, звоните в нашу редакцию 5549. Разберемся вместе. С вами был Артем Клеван и пусть закон всегда будет на вашей стороне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова